Продолжение следует... 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 и тоже. Ну, в общем, будем жить в новой квартире с новым ремонтом. Кухня будет полностью готова, то есть комнаты уже будем постепенно укомплектовать, постепенно докупать, может быть, каждый месяц, через месяц что-то, что-то покупать, что-то заказывать. Я буду вам показывать это обустройство. Я думаю, тогда будет интересней. В новой квартире у меня будет уже больше пространства. В общем, как-то так. Зато уже будет своя квартира с чистым новым ремонтом и уже с нашей мебелью. Стиралку мы еще заказали, ждем. И что-то еще муж заказал. Не помню из техники что-то. И тоже должны привезти. И останется только переехать и постепенно покупать мебель. А, я говорила это к тому, что будет интересней организация всего. там, я не знаю, кому интересно это. Пишите. Организация шкафов, косметического пространства и так далее. Ну, как бы, косметический стол это не первые необходимости, поэтому он сразу не будет куплен. Все постепенно. Ну, я думаю, в течение, там, нескольких месяцев, на крайний случай, там, месяцев 9-10, у нас полностью все будет куплено и будем дальше там жить. Дучка пойдет в школу, мы приедем, и я думаю, что тогда мне будет больше свободы, где снимать, больше пространства, и, может, будет о чем снимать. Пишите, интересно вам такое, неинтересно. Муж снимал видео, как установили дверь, и как это теперь выглядит, и я вам его вставлю, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто как красивого такого здания. Ну, понятно, что это церковь, но просто я не верующая, поэтому рассматриваю это со стороны просто как какой исторический архитектур какой-то, не знаю, как правильно сказать. здесь очень красивый такой вот водоем ну как красиво он конечно ведь зеленый но смотрится знаете очень даже симпатично рядом с таким вот построением аутентично как-то просто туда же приятно пройтись кузнечики стрекочет интересно это будет слышно но видно тут целый концерт не правильно выразилась не церковь а храм просто я жулик идет ну тебя не тронет жулик я сбиваюсь потому что я на паузу ставлю в общем я назвала храм церкови но на самом деле это храм не церковь здесь богородской фабрика игрушки и в общем мы вышли прогуляться зашли в магнит косметик и как-то так идем конечно переезда в общем на римаше нет магнит косметика и дочка говорит мама как же ты будешь жить без магнит косметика единственная развлекуха была да на том месте x-price и все а потом алиска говорит маму будем ходить в аптеку я говорю ну да когда тебе 40 плюс пора уже вместо косметического магазина ходить в аптеку в общем как-то там еще меньше развлечений не знаю будем жить заказывать по интернету ездить сергей посад ночью делать мы ездили кстати сергей посад там конечно очень зеленый сейчас очень красивый но мы ездили вечером и очень быстро не было времени снимать там что-то делать потому что муж только к вечеру освобождается и мы ездили искали как бы диван и стол стулья проблема найти маленький стол кстати не раздвижной чтобы нам сделали не раздвижной маленький столик мы заплатили больше чем бы мы заплатили за раздвижной такая вот ирония судьбы но да ну там уже со всеми нашими параметрами под нас ножки дизайн и так далее ну вот как-то так буду вам все показывать покупки мебели вам такой интересно потому что не будут организации всего но вот такой вот планах когда переедем на римаш я думаю что буду также показывать готовку у нас очень рецепт изменился еще правильнее стало без всякой жирности так далее кстати мы ждем когда нам подключат газ возможно мы переедем нам газ не подключат там газовая плита и но при этом духовка электрическая и при этом у нас есть мультиварка возможно даже первое время как-то этим будем обходиться интересно ли вам готовка пишите ну то есть не пошагово да а просто вот не знаю результат что как может какие-то простые рецепты покупка продуктов будет обязательно в общем такие плану понятное дело косметические покупки понятное дело пустые банки ну в общем вот такие вот у у меня планы на ближайшее будущее при переезде пишите интересно вам интересно что интересно что внести потому что да у меня будет возможность снимать в квартире и так далее в общем пока мы направляемся домой и я уже у нас диксик круглосуточный возле дома находится у свекрови кстати кстати что хочу сказать у меня спрашивали такой вот момент снять про отношения со свекровью видео девочки ничего не могу особо снять рассказать просто по одной простой причине то что у нас хорошие отношения у меня свекровь не конфликтная и я даже более характерный на много человек чем она муж у меня самостоятельный он не мамочкин сынок он давным-давно жил отдельно обеспечивал себя хорошо зарабатывал ни от кого не зависел и так далее то есть поэтому у нас все кровью отношения хорошие то есть у меня никогда не таких страшных каких-то ситуаций проблем о которых выходят знаете всякие там небылицы слухи и так далее поэтому даже этот вопрос мне кажется для меня открывать будет или озвучивать как-то нет проблемы не затрагивало так что мне в этом плане легко и просто тут вот у нас раскопанная не было только горячей воды но уже сделали да так что идем домой покажу вам покупки из магнит косметика а вы пишите что вам интересно будет плане съемки на будущее может что я озвучила вам интересно не интересно что вы хотели добавить и и так далее ладно будем идти так показываю что я купила магнит косметики видно что человек побывал в магните в общем влажная туалетная бумага 80 штук так 115 99 но в основном для дочки использую ее я обычно пользуюсь я не настолько измеженную влажную туалетную бумагу влажные салфеточки это такие чтобы положить в сумку потому что предыдущие мои закончились и вот нужно чтобы в сумке всегда было 26 99 а мыло хозяйственное взяла моя цена такой вот мыло самое обычное до 25 99 в общем тут так получилось что закончилось мыло я всегда спонжи и кисти мыла ну как бы кусковым мылом по типу коню будь прикольная там за 500 рублей могу взять там ну за 200 рублей и мне нужно было помыть спонж и нечем было и у свекрови лежала хозяйственное мыло я взяла и помыла хозяйственным мылом и мне так понравилось и я решила что я возьму хозяйственное мыло себе и буду мыть этим мылом спонжи скажите это не сильно отразиться на спонжи на кисточках для макияжа именно просто вот хозяйственное мыло потому что ну как бы очищает хорошо у всех крови вообще мыло каждым вот это вот из ашана да каждый день до было ну самое простое самое обычное оно хорошо чищало им приятно пользуется я просто люблю запах хозяйственного мыло мне вот нравится хозяйственное мыло и так как мы все равно руки планируем мыть жидким мылом да то есть на своей квартире то нам нет как бы смысла какое-то очень хорошее покупать мыло ну такое кусковое а честно говоря если взять очень дешевое кусковое мыло я на этом уже как бы обжигалась то оно очень раскисает оно такое ну неприятное становится то есть я подумала возможно мне проще купить для мытья кистей просто хозяйственный брусочек скажите как вы думаете ничего страшного не будет с кистями так сколько она стоит я сказала и капсулы я стираю только капсулами для меня не принципиально там гнаться за какими-то дорогими капсулами потому что в принципе мы часто очень стираем вещи у нас какие-то не загрязненные просто как бы до освежить да простирать чтобы одевать свежие вещи кстати стиральную машинку муж ждет доставку и она у нас с эффектом сушки идет сразу чтобы не развешивать белье она там сохло ну в общем кому интересно также меня спрашивали про посудомоечную машину почему нет посудомоечной машины нужна ли она в дальнейшем будем устанавливать или нет девочки нет посудомоечная машина мне не нужна потому что когда мы жили в москве на самой последней квартире в москве там была такая вот посудомойка и я ни разу не воспользовалась ни разочко потому что я вот покушал помыл сразу при готовке я как люблю говорить я люблю чисто готовить сразу все что мне не нужно и я мой быстро я ненавижу грязную посуду мне аж класс я представляю грязную посуду мне начинать типа согласно я ненавижу это то есть у меня все сразу идет помыло готовлю не нужно помыло короче я не коплю ее то есть очень быстро поел сразу помыл для меня стресс будет ее копить для посудомойки да и зачем и у нас ее вообще по сути немного всегда семья небольшая у нас нет такого что там в день миллион тарелок морали ну так что нет она мне просто не нужно в общем отошли от темы капсулы для стирки такие вот магнит и клауз такие я брала для цветного белья такие вот не помню от магнит брала или нет но клауз забрала обычно видите тут без вот это вот без кондиционера просто как жидкий порошочек здесь у нас 15 а в клауз 20 так клауз 159 99 и магнит 172 99 и также кондиционер у нас не будет кондиционера потому что тоже жили в москве там на последней квартире там был кондиционер блик в каждой комнате мы ими не пользовались потому что ну не не к френдли не к френдли и для меня кондиционер это как я ощущаю как что-то странное постороннее то есть это не та свежесть не тот холодок который я хочу ощущать но для меня это странно я чувствую под кондиционером дискомфорт короче нет и кондиционеры мы тоже не будем устанавливать и тем более когда ребенок и зачем это надо круче нет нет кондиционера нет посудомоечной машины нет микроволновки не знаю может может захочет микроволновку для скажите мне для попкорна взять вот что такое потому что всегда я разогреваю еду путем того что во первых мы не разогреваем я всегда готовлю на один раз но бывает что-то остается это очень редко там может суп или там пару котлеток ну такое вот да я все равно это разогреваю на сковородке так вкуснее не вижу смысла вообще микроволновки там так невкусно когда все разогреваешь или что-то там приготовлены какие-то бутерброды горячие о фу лучше в духовочке это все так сделать там я не знаю я люблю качественно кушать не люблю в спешке у меня есть на это время я понимаю людей у которых нет на это время меня есть на это время поэтому и не надо так много болтаю сегодня это болтологическое видео будет ну солнышко мыло мыло жидкое я взяла это с маслом авокадо ну и . будет мыть и мы будем мыть это я сейчас прям поставлю то что у нас нечем пользоваться за этим в принципе и шла 115 99 тут большой прям объем и такое можно сказать косметическое это спонжики в общем спонжик от love такой вот беленький конжаковый очень люблю умываться конжаковым спонж но давно не покупала и раньше я постоянно постоянно основе покупала конжаковый спонж умывалась и так далее а потом как-то забыла не купила не купила круче потом перестала но на самом деле реально очищение с конжаковым спонжем всегда очень-очень качественное такой вот и решила вот такой вот спонжик просто взять мне понравился очень внешне и я решила что я его возьму поставила на паузу подергала его не бархатный лион это есть такие знаете круче в такой вот градиент очень позитивный красивый думаю покажу запасы пусть будет так значит у нас конжаковый 163 99 и так 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 спонж омбре 134 99 скидка по карте 38 рублей у меня было и того 916 рублей 92 копейки короче вот ни о чем ну просто ни о чем ничего такого уже тысячи нет цены просто ужас ладно на этом буду прощаться очень хочется от вас отдачи чтобы если вам интересно пишите что снимать о чем поболтать и так далее понимаю что сейчас с лето что сейчас кто в отпуске кто просто на улице кто на дачах и и просмотры падает и все но я продолжаю снимать поэтому смотрите не покидайте меня всем спасибо всем пока